Привет, просветители! Давно мы что-то с вами не разговаривали о высшем образовании, написал мне под одним из роликов подписчик. Пора исправлять это досадное недоразумение. Уже представил, как все студенты в этот момент напряглись. Если я о чем-то заговорил, значит очередная инициатива подъехала. Подъехала! Создавалось впечатление, что в последнее время основной креатив наших законотворцев был направлен на школы и традиционные ценности. Кто такие? Эти ваши традиционные ценности? Ну, почему школа? Там понятно. Здесь достаточно просто грозно посмотреть на Кравцова, и Минпрос тут же бежит реализовывать новую хотелку очередного депутата без педагогического образования. К этому мы давно привыкли. Вторая сфера – защита традиционных ценностей. Здесь тема настолько обширна, что можно хоть каждый день предлагать что-нибудь запретить, заблокировать, отменить. Это вам не с рекламой казино среди несовершеннолетних бороться. Там, возможно, придется еще и на камеру извиняться. Мы тут с пропагандой «развода в бой» ведем, но об этом в следующий раз. В этом плане вузам повезло. Пока на школьников и учителей вываливали все новые и новые предметы и инициативы, студенты получили только основу российской государственности и расширенную программу истории. Окей, возможно, я слегка погорячился со словом «повезло». Вряд ли технари чувствуют себя особыми везунчиками на этих парах. В основном доставалась самой идее о необходимости высшего образования. Естественно, для девушек. Тренд запустил мурашка и дальше понеслась телега по кочкам. Если хотите быть в курсе всех последних новостей образования, подписывайтесь на мою телегу. И вот совсем недавно мы получили просто настоящий изумруд в короне, а давайте поменяем. Родила ребенка, нельзя отчислить из вуза. Похлопаем. Ань, ты же ни одного экзамена не сдала. Как ты все еще с нами учишься? А я ж мать. Кто меня отчислит? Ребят, кто из вас сейчас работает и вообще серьезно относится к построению классной карьеры? Если вы, откровенно говоря, устали сидеть в офисе или на работе без перспектив и не хотите так продолжать всю жизнь, пройдите бесплатный мини-курс по программированию от Андрея Ивашего. Это не сложно, а пользы будет больше, чем от многих платных курсов. Андрей в IT больше 12 лет с опытом работы в Яндексе и зарубежных компаниях. Я вам про него уже рассказывал. Сейчас он с командой проводит мини-курс по программированию для новичков, в котором каждый узнает, как стать айтишником с нуля и напишет сам свою веб-страницу. На мини-курсе вы запрограммируете свою собственную веб-страницу под руководством Андрея и других менторов. Да, на бесплатном мини-курсе бывает обратная связь. А также получите пошаговый план, как с нуля стать востребованным фронт-энд-разработчиком и выйти на зарплату от 100 тысяч рублей с лайфхаками по поиску работы. А еще вы сможете получить бесплатную карьерную консультацию от Андрея и весомую скидку на обучение профессии фронт-энд-разработчика, если решите продолжать. Старт 7 августа. 5 дней. От вас любой комп и полчаса-час свободного времени в день. Все подробности и регистрация по ссылке в описании или по QR-коду на экране. А тем, кто хочет начать двигаться в IT уже сейчас, подписывайтесь на телеграм-канал Андрея. Ссылка тоже будет в описании. Там много полезного для новичков в IT. В ситуации с законодательным запретом отчислять родивших студенток, я в первую очередь хочу обратить внимание даже не на саму инициативу, хотя здесь тоже есть о чем поговорить. Вот мы и поговорим. Сколько на отсутствие какой-либо логики в том бесконечном фонтане идей, который на нас ежедневно выливается. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила вести запрет на отчисление из вузов молодых матерей. Запомните это имя. В данном случае это важно, хотя зрители моего канала и так Яну хорошо знают. Также предлагаю вести запрет на отчисление из вузов молодых матерей, разрабатывать для них индивидуальный план обучения и отсрочить оплату за обучение для студенток платных отделений до достижения ребенком 3 лет, написала Лантратова в своем телеграм-канале. Звучит вроде бы хорошо. На самом деле не очень, но об этом позже. Государство заявляет, что нам нужно всеми силами попытаться выбраться из демографической ямы. И поддержка молодых семей это вполне себе понятный и здравый шаг. Просто поддержка бывает разная. У некоторых людей все же хватает ума осознать, что дважды в одну реку зайти не получится. Но кто нам помешает попытаться? И сколько бы ни говорили с высокой трибуны, что девушка в первую очередь мать, и не отчитывали за нежелание рожать в 15, если что, это сейчас была не шутка. Вот. Они родить не могут в большинстве случаев, потому что они вовремя не хотели рожать. Ни в 15, ни в 17, ни в 19, ни в 22, ни в 23. Они хотели жить для себя, слышите? Эгоист. Ничего необычного. Просто священнослужитель возмущается Самвона, что 15-летки не хотят рожать. Просто напомню, для того, чтобы родить в 15, надо начать заниматься сексом в 14. Эх, законодательство Российской Федерации снова встало на пути светлого будущего. Так вот, осуждай, не осуждай, но молодые люди все равно в первую очередь, в большинстве своем, будут, конечно же, пытаться сначала получить образование и встать на ноги. Господи, храни нашу молодежь. Поэтому логично поддерживать тех, кто пытается совместить учебу и семейную жизнь. Вот, кстати, отличный пример. Замминистр науки и образования Ольга Петрова заявила, что Минобранауки РФ может вернуть льготу в зачисление детей студенток в ясли и детские сады без очереди. Яна Лантратова пошла дальше. Нам нужно доказать студенткам, что рожать не страшно. Ребенок – это не препятствие на пути к заветному диплому. Это буквально билет без очереди к нему. Отчислять нельзя. Специальную программу для тебя разработают. Учишься на платке – заплатишь через три года. Так видит прекрасный мир будущего Яна. Вузы, заполненные мамочками. Красота. Единственный момент, который Лантратова не учла. В ее же идеальном мире ЕГЭ отменили и вернули традиционные экзамены. В ролике об отмене ЕГЭ я приводил слова Яны, которую очень беспокоит обезличенность экзамена. По ее словам, экзамен обезличивает абитуриентов. Это происходит из-за отсутствия непосредственного общения между педагогом и учеником. А теперь, как говорится, просто следите за руками. Один из главных плюсов ЕГЭ – анонимность. Лантратова же хочет личного контакта с учеником. Окей. На вступительный вуз приходят Саша и Маша. Сдают по билетам. Отвечают плюс-минус одинаково. Только вот один нюанс. У Саши есть член. А у Маши особое отношение. Она потенциальная мать. Думаю, многие девушки с восторгом вспоминают потрясающие беседы во время приема на работу. Семья есть? Нет? Значит, скоро замуж выскочите. Есть? Отлично. Работать не будете через пару месяцев в роддом. А, у вас уже есть ребенок? То есть мы вас в офисе даже видеть не будем, да? Ну, вы же мать. Дети-то болеют. Не хотите детей? Угу. Сколько вам? 24? Скоро захотите. Часики-то тикают. И вот теперь все это добро Яна хочет пригласить в вуз. И кого же, как вы думаете, выберут? Сашу, с которым проблем, скорее всего, не будет. Или Машу, которую в перспективе отчислить нельзя. Она мать. Отдельную программу для нее разработать нужно. Она мать. Даже за обучение с нее сразу же деньги не получишь. Потому что она что? Правильно. Отсрочку на три года получила. Внимание, вопрос. Зачем в вузу этот геморрой? При прочих равных они возьмут Сашу. Яна Лантратова, похоже, не особо помнит, что она буквально месяц назад предлагала. Подобные льготы работают только в том случае, когда вуз вынужден зачислять всех. Набрал нужное количество баллов, проходишь. Но Яна-то хочет личного общения экзаменаторов с абитуриентами, не понимая, что тем самым она просто выталкивает девушек из вузов. Зачем нам Маша, которую мы потенциально даже отчислить не сможем, если есть вполне себе беспроблемный Саша? Вот как эти два законопроекта могли появиться в голове у одного человека? Один буквально перечеркивает другой. Может быть, все эти инициативы должны в какую-то систему выстраиваться? Работать друг с другом? Вы хотите сделать одну группу студентов банально неприкосновенной? Ну тогда, наверное, вначале нужно подумать, а как эти люди вообще в вуз попадут с такими условиями? Не, зачем? И так сойдет! Дальше, наверное, стоит перейти к самой идее, что наличие ребенка – защита от всех вузовских проблем. Естественно, молодые родители сталкиваются с огромным количеством сложностей, и совмещать учебу и заботу о малыше очень сложно. Поддержка, безусловно, нужна, но превратить роды в защиту от отчисления – это просто 5 баллов. На летней сессии будь мотан. Надо рожать. Симпатичный парень. Готов помочь не менее симпатичной девушке с сессией. Алименты платить не буду. Создать условия и пойти навстречу – это не то же самое, что бафнуть иммунитет от всех бед на тысячу. Женщина с ребенком, пытающаясь устроиться на работу, станет просто мемом «я ж мать». Ребенок есть? А, вы из этих? Из каких? Ну, из тех, кто диплом по залету получил. Не, шикарная перспектива. И попробуй докажи, что ты реально училась. То есть, ты по факту не учишься. Ну, раз вопрос встал прям аж об отчислении. Тебя все равно тянут. Как репку. Главное – нового вовремя родить. Ну, чтобы иммунитет от неудов спадать не успевал. После рождения пятого ребенка отпраздновали десятилетие поступления и, наконец-таки, перешли на второй курс. Внимание, вопрос. Кто-нибудь такому специалисту захочет попасть? Кстати, интересует еще один момент. А молодые отцы чем провинились? Понятно, что раз уж мы говорим о традиционных ценностях, то ребенок – это исключительно женский вопрос. Нет. Но жить-то молодой маме и младенцу на что-то надо. И раз у нас все традиционненько, то работает, наверное, папа-студент. И что? У него проблем с совмещением работы и учебы не будет? Давайте его запретим отчислять. И в итоге накопим в вузах ту критическую массу неотчисляемых, что в итоге руководство закроет глаза и всем все поставит. Но, знаете, 50 человек на курсе. Из них 40 – неотчисляемые прошлых лет, которые по факту не учатся. Кстати, забавно, если здесь, конечно, применимо это слово, то приблизительно в это же время уже другой политик тоже решил родителей наделить особыми правами. Внимание! На дворе 24-й год. Ну, я просто напоминаю, потому что, скорее всего, сейчас вам захочется проверить, а в какое время мы живем. Что за год? Следует законодательно закрепить вознаграждение труда мужчины и отца существенно выше, чем женщины-матери, что соответствует биологическим основам мужчины-добытчика, пользующегося заслуженным авторитетом в семье. Предложил в своем докладе депутат Ярославской областной думы Теймурас Бардашвили. Конституция? Какая такая конституция? Мужчина-добытчик. Даже не будем обсуждать этическую сторону вопроса. Но тут же опять ситуация, как с вузами. Зачем мне, работодателю, нанимать мужчину, если я ему должен платить значительно больше? Девочки, у нас классный коллектив, все к нам. Но, к счастью, ярославский депутат позаботился и об этом. В мире его фантазий женщин вот просто на пушечный выстрел к рабочим местам подпускать не будут. А женщины, по мнению депутата, должны получить особую государственную значимость и право работать меньше, не более четырех часов, при сохранении оплаты полного рабочего дня. Эээ... Я даже не знаю, что сказать. Конечно, мы возьмем на работу Глюку Андреевну, которая работать будет четыре часа, а мы и будем платить за полный день. Потрясающая инициатива. Слышите? Это дружно аплодируют абитуриентки, которых сначала вуз не примут, а потом еще и на работу не возьмут. Уважаемые политики, а можно, пожалуйста, меньше контента для этого канала производить. Я, конечно, благодарен, но у всего есть границы. Депутат Государственной Думы предложил. Да блин! Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, это очень поможет. Кроме того, не забывайте про мой Телеграм, там интересные все новости образования доступны гораздо быстрее. Если вы готовы поддержать мою деятельность, то переходите по ссылке в описании на мою страничку Boosty или Patreon, там все ролики выходят раньше, без рекламы и, кроме того, доступен эксклюзивный контент. Кстати, сейчас на экранах вы видите имена самых топовых товарищей, которые поддерживают меня на этих платформах, огромное им спасибо. Ну а отдельная гигантская благодарность отправляется министру просвещения моей странички Boosty. Большое спасибо за поддержку, я ее очень ценю. Ну а с вами я встречусь уже на следующей неделе, в понедельник, в 17.00 по Москве, в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи!